Приветствую вас! Скажу немножко банальную вещь, но, тем не менее, разобраться нужно вам в своих чувствах. Понимаете, в чем дело? Симпатия, такая вот беспричинная симпатия, да, то есть такая долгая неприходящая симпатия, она возникла не просто так, ну, у вас, да, она возникла по ряду причин, вот, эта симпатия. И я полагаю, что вам нужно определиться с ней, с этой симпатией, то есть каковы ее причины, чем именно вам нравится человек, почему он вам нравится, ну, именно, почему он вам нравится, чем он вам нравится и так далее, во что окрашена ваша симпатия и так далее. Понимаете, то есть вы говорите, что избавиться от симпатии не могу, просто сниматься этим можно, а чем она вредит вам, эта симпатия? Ну, если у вас есть симпатия к нему, то, наверное, она как-то выражается, эта симпатия, ну, то есть это какие-то мысли, это какие-то желания, да, ну, по отношению, вот, к человеку. И, соответственно, что нужно сделать, да, соответственно? Нужно определить, что конкретно вы вкладываете в симпатию для себя, какие желания вы вкладываете в симпатию для себя, опять же, вот. Значит, и вот это, вот это, и будет являться самым, ну, собственно говоря, важным здесь. Это будет являться самым важным здесь, для вас. Понимаете? Дальше. Избавляться от симпатии, ну, на мой взгляд, не стоит. Именно избавляться от симпатии не стоит, потому что симпатия это хорошо. Симпатия это здорово. Но настоящая симпатия, если это действительно настоящая симпатия, она приносит, как бы, счастье. Она приносит радость. Настоящая симпатия. Вот. А в вашем случае, это приносит только боль. И нужно определить, соответственно, в чем болезненно. Ваша симпатия, то есть, по поводу чего вы переживаете, по поводу чего вы фрустрируетесь, что вы хотите получить через эту симпатию такого, чего не получается. Понимаете? Понимаете? Вот. А вот это, что сделаем действительно по силам, это то, что вы действительно можете сделать. Вот. Понимаете? И тогда уже будет понятно. Может быть, у вас зацепилось что-то именно, ну, вот, именно, в его внешнем виде, да? То есть, внешний вид мужчины вас чем-то зацепил. Ну, то есть, там, грубо говоря, что-то напомнило вам, ну, допустим, из детства, да? Вот. И так далее. Понимаете? То есть, все это, все это можно и нужно разобрать при желании. Вот. Характер ваших отношений тоже можно разобрать, рассмотреть, да? То есть, вот вы говорите, что десять месяцев вам нравится мужчина, ну, вот, так. А, случилось такое недоразумение, что мне на протяжении почти десяти месяцев до сих пор нравится человек, которому я безразличен. Это недоразумение. А, то есть, вы склонны что делать? Вы склонны обесценивать, обесценивать себя, вы склонны обесценивать то, что вы чувствуете, вы склонны недооценивать то, что вы чувствуете. Вот. Ну и, соответственно, поэтому чувства никуда и не уходят. Потому что, а как они уйдут, если на них не обращают внимание, да, на чувства? Вот. На чувства не обращают внимания. Вот. А им же нужно выражаться. Выражаться. Вот они выражаются таким образом. Вот. Поэтому вывод, вывод здесь достаточно простой. Ваши чувства должны начать получать выражение. Ваши чувства должны начать получать выход. Вот. И это желательно. Именно желательно. Именно желательно. Это дело на постоянной основе. Вот. Чувства, желания, да, то есть, вот все, что вы хотите, вот это все должно получать выражение. Вот. Очевидно, что в вашем случае, в вашем случае, а… Ошиблайтесь, как в мужчине связано с каким-то желанием. Или какими-то желаниями. Вот. Давайте подумаем, какие, с какими желаниями у вас связано, что вы хотите, что бы вы чувствовали, если бы были, ну, были с ним, вот. И, ну, как бы изменились ваши мироощущения, вот, понимаете, какая история, вот. Опять же, здесь вопрос конкретика, насколько вы конкретизируете то, что с вами происходит, вот. Или вы настолько обесцениваете то, что чувствуете, да, что даже не считаете, нужно рассказать несколько подробнее о своих чувствах, о своих эмоциях, о том, что вы испытываетесь, что чувствуете, о чем переживаете и так далее, и так далее, и так далее. Но ведь это тоже не совсем верно, это не совсем деликатно, это не совсем адекватно по отношению к вам, вот, понимаете. Например, например, может быть такая история, что у вас давно не было мужчины, вот. А может быть у вас вообще его никогда не было, ну, отношения, в смысле, вот. И в этом случае, в этом случае любой мужчина, который более-менее вам понравился, да, любой мужчина, который более-менее вам вот, ну, зашел, зашел по, так скажем, ну, своему образу, вот, любой мужчина, он вызовет вас. Ребята, просто потому, что, извините, но вы нуждаетесь в любви, вы нуждаетесь в любви, вы хотите любви. Вот, ну, по крайней мере, эээ, как вы думаете? Вот, понимаете какая это, вот, и вам нужно разобраться с тем, чего вы хотите, вот, на самом деле, вам нужно разобраться с тем, что вы хотите, что вам нужно с вашими потребностями, вот, и тогда не будет такой, вот, необъяснимой симпатии, понимаете, вот, разобраться только в том, как бы, хотите ли вы этого, вот, а тут все, понимаете какая это, то есть насколько вы, как бы, ну, насколько вы готовы работать, вот, понимаете, над собой что-либо менять, вот и все, понимаете. Представляться, забыть, забыть чувства нельзя, это невозможно, возможно забыть чувства, возможно забыть человека, как бы, это нереально, но можно изменить отношения, можно изменить понимание, можно лучше ориентироваться в том, что происходит, в том числе и в своих чувствах, вот, понимаете, так что, смотрите, смотрите и следуйте, вот, и, выбирайте для себя, как бы, путь, который вам больше всего подходит, вот, ну, по вашему мнению, конечно же, вот, то есть смотрите, если вы готовы, да, то мы вам, ну, значит, как бы, мы вам поможем, вот. На этом все, надеюсь, что помог вам, надеюсь, что мой ответ был полезен вам, а, если у вас остались вопросы, пишите в личку, я буду рад помочь, рад ответить на ваши вопросы, а, если вам понравился мой ответ, я буду благодарен, если вы сделаете его лучшим, а я желаю вам всего самого доброго, удачи вам и успешного разрешения данной ситуации.